мальчики всем привет добро пожаловать на канал сегодня мы поговорим с вами об истории дня благодарения который у нас приближается семимильными шагами сегодня у нас понедельник день благодарения у нас в четверг мы с вами едем в костка выбирать индюшку вот ну и поскольку очень много комплиментов и просьба ступила о том чтобы снимать видео формате когда я еду и показываю вам окрестности городки в которых мы живем то я переключусь и буду вам показывать куда мы с вами едем а особой красоты не обещаю потому что наступает зима листья все красивые наши облетели видео которое я прицепила последним когда рассказывал про мари стивена оказалось снятым еще в начале октября и я все никак его не выставляла вот так что там еще и листья на деревьях и все зеленое сейчас уже практически все волны но смотрите сами попросили девочки немножко подробнее остановиться не просто на том что мы едим и как мы празднуем день благодарения не просто на из еде а потом вообще как началась началась традиция празднования дня благодарения ночью тоже знаю расскажу где-то в районе 1600 какого-то года то есть в начале семнадцатого века группа верующих которые искали свободы вероисповедания и также были привлечены возможностью приобретение земли землевладельчества на корабле называемом mayflower отправились из английского города примута так сказать новый свет вот до нового света они добирались более 60 дней то есть два месяца плавание заняло в конце концов они прибыли на кейп-код вот и потому эта часть америки вот где живу я вот эти вот прибережные штаты и называется новой англии so called new england то есть колонисты или пилигримы как уже и сейчас принято называть назвали свою новую родину в честь своей старой родины они назвали новой англии откуда появился новый йорк так называемый нью-йорк да и остальные очень многие города которые у нас например fairfield которые есть у него fairfield да то есть название все такие староанглийские английских графств и городов к ним добавлялась часть нью потому что это был новый свет и в новом свете добавляем свои новые города и вот прибыли они вам не прибило их к этому кейп-коду и скейп-кода они еще добирались пока они фактически не прибыли в массачусетт городок который вы тогда еще не было который сейчас называется плимут то есть они из плимута вы выехали да и они назвали городок плимут несчастью а мне даже это трудно представить и можете себе представить насколько трудным было им пережить зиму первую зиму они переживали на судне то есть у них же не было ни жилья ничего еще не было построено невозможности ничего построить то есть они выживали за счет своего пробианта который у них еще был вот и а такой пробиант если вы можете представить после 60 дней плавания да еще зиму нужно было тут прожить они жили на корабле вот половина и снова прибывших колонистов умерли за эту зиму от цинги и от болезни потому что питание было плохое можете себе представить холодная зима да никто ничем не лечился уже не помню сейчас не скажу точно когда-то случилось но произошла судьбоносная встреча наверное не осенью иначе я думаю они бы пережили бы зиму намного успешнее конечно и не потеряли бы такое количество людей бы не умерла если бы они познакомились с индейцами осенью по-моему это произошло где-то весной уже вот и индейцы местного племени вампанок сначала один потом тот один привел второе своего знакомого и они начали общаться они показали колонистам как культивировать кукурузу они показали им как можно добывать сок из кленовых деревьев и как из него готовить сироп такие ягоды можно есть какие ягоды стоит не стоит трогать вообще да какие растения тут могут быть ядовитыми научили охотиться здесь и по моему когда случилось осенью уже когда они собрали урожай кукурузы и как бы они уже были готовы к зиме то они решили отпраздновать вот совместно со своими спасителями да с обретенными друзьями индейцами и получился такой спонтанный день благодарения как бы первый праздник потому что было достаточно большое количество еды они были готовы к зиме у них уже были там построены какие-то домишки вот то есть уже не нужно было жить на корабле так как раньше вот и так случился первый спонтанный случилось первое спонтанное празднование вот не облагодарение они постепенно праздновали но праздник не стал государственным до по моему войны за независимость страны когда по моему Абрахам Линкольн провозгласил День Благодарения как бы призвал граждан страны праздновать этот праздник вот как День Благодарения в то время Линкольн делал ударение на том что была выиграна война за независимость американцами вот и быть благодарными Богу за то что Господь как бы обеспечил вот и так праздник начал праздноваться по моему только в северных штатах он праздновался вот потом южные штаты присоединились уже намного позже вот вот те первые колонисты пилигримы они не ели индюшку они питались рыбой потому что у них рядом было ручейки океан и прочее обеспечить себя морепродуктами в принципе День Благодарения должен был праздноваться с морепродуктами вот вот но праздноваться он у нас с индюшкой которую в основном запекают в духовке или жарят во фритюре вот вот мода на фритюр появилась наверное лет с 10 наверное тому назад может чуть больше вот смешно было потому что мы сами что мы решили жарить во фритюре я купила эту кастрюлю огромную которая так и называлась строки фраер жарить индюшечницу то есть там свой газовый баллончик подключается к ней огромная такая кастрюля литров ой наверное литров на 15 я бы сказала большая кастрюля жарится это индюшка в арахисовом масле потому что арахисовое масло имеет очень высокую температуру горения и оно не горит по-моему это 450 градусов вот ну а индюшку чтобы жарить ее на таки дать в температуру 350 вот когда масса добивается до 350 градусов тогда ты опускаешь туда индюшку и она в принципе жарится по-моему там было то ли минуту то ли минуту 15 секунд на 1 фунт индюшки ну и вот если птичка у вас там на 20 фунтов такая хорошая птичка то она будет готова 25 минут наверное в то время как ее если жарить в духовке то это часа 3 наверное 4 да я уже не помню каждый раз проверяю как ее можно готовить сколько ее нужно готовить на паунд сколько она должна оставаться ну и способы приготовления есть море индюшку маринуют да и индюшку в маринаде держат вернее как в растворе с соленом со специями держат и ее натирают там со всех сторон кто чем ну короче кто что на раз у каждого есть свой рецепт каждый себе по-своему эту птичку готовит вот мы ее жарили вот потом я решила что мне все-таки легче ее приготовить в духовке потому что при жарке во фритюре в нее не запихнешь стаффинг стаффинг надо готовить отдельно вот ну раз я уже этот стаффинг буду печь в духовке по-любому и есть у меня еще одно очень любимое блюдо это такая запеканка из сладкого картофеля из ямса с яблоками с орехами что там еще было вкусненькое яблоки орехи ямс вот ну и всяких таких корейца в общем вот такая вот интересная запеканочка вкусная и раз я уже в ту духовку включаю и жарю то я уже буду печь индюшку второй минус при жарке в масле это то что нету этого сока из индюшки которая вытекает а подлив как индюшки готовится на основе вот этих вот вот этого сока то есть жарится готовится так называемый ру то есть жарится масло вернее жарится мука в масле как основа для подливки туда выливается потом бульон куриный или поскольку индюшечка всегда продаются с потрошками вы эти потрошки кладете в водичку варите бульончик на основе этих потрошков и шейки вот и потом этот бульончик выливаете в это так называемое ру вот и уже потом туда добавляете вот этот сок из индюшки получается обалденно вкусная подливка но поскольку вы жарите это масло подливки у вас подливку надо готовить то есть или брать пакетик в магазине да но не получится такая подливка которая получается из обычной индюшки вот и когда стаффин в ней приготовлен в общем очень вкусно потому мы жарим именно в духовке вот мы с вами подъезжаем в гост сейчас мы с вами посмотрим на птичек каких нам предлагают птичек нам скорее всего предложат я хочу попасть на Nature's Promise это индюшка если не органическая то по крайней мере более-менее скажем так экологически чистая без антибиотиков и гормонов роста и прочего того чтоб я бы кушать например не хотела бы вот посмотрим что почем покажу вам почем обычная индюшка почем индюшка такая хотя я уже показывала что я с этой индюшкой делаю опаньки а тут уже сказня а тут уже сказня и место искать поближе не стоит так ажиотаж тут подойти некуда и в принципе всего два вида индюшек такая вот Plainville Farms я такую никогда не видела не брала но вот взяла органическая 12 пунктов 42 доллара 3 доллара с копейками pound и вот там народ выбирает барабел с голубым тегом это обычная американская индюшка вот ну как бы я хочу взять органическую пусть она будет 42 доллара вот в магазине кошмар что творится понедельник до дня благодарения до четверга осталось несколько дней все хватает все что видят ой у меня тут рыба не зовет меня я слишком доверяю косткам потому что в костке я купила вот эту плейнгл индюшку по 3,29 а вот у нас королу здесь нашим любимым который я считаю очень дорогим она по 2,99 вот так что они тут даже дешевле еще тут есть например индюшинная грудинга от фирмы баллоневенс а еще есть синяя птица от баллоневенс тоже 23 доллара по 2,79 вот индюшечка вот такая вполне приличного размера рядом она какая сумасшедшая такая поменьше или меньше вот потом продают свою индюшку своей же фирмы если так сделаю чтобы я николу не снимала вот вот они где-то видно их выращивают тоже они продают по 1,69 тоже но я не знаю насколько они свои следующая какая-то шейги круп фирма тоже нет антидиотиков ну не знаю тут уже индюшки более-менее а это тоже turkey press ну вот по крайней мере четыре раза какие-то индюшки которую можно выбрать вот я поспешила свою и взяла свою за 42 доллара ну ничего теперь буду есть такую продолжаем подготовку к дню благодарения готовим клюквенный соус без которого не обходится ни один стол я если абсолютно нет необходимости то не буду скрывать консервы вот так что я взяла 2 пачки нашей клюквы которая вот такая вот у нас продается оушн спрей компании массачусетской и тут ее 340 грамм то есть у меня 2 пачки 600 грамм клюквы вот водички налила равное количество клюквы то есть вот вы видите она не покрыта может я еще чуть долю чтобы на чуточку была покрыта и сейчас примерно стакан сахара сюда добавлю и начну это кипятить и в конце все это дело немножечко добавим за ним пара ложечек текилы и вот такой вот как бы не совсем обычный но очень легкий приготовление клюквенный соус так вот стакан сахара про который я говорила я сейчас досыпаю и все стаканчик сахара примерно я все на глазик делаю знаете вот я сейчас буду его варить когда он будет тут кипеть его надо буквально проварить прокипела шоклюка и все я его буду пробовать если надо добавить сахарку я добавлю то есть я по вкусу делаю чтобы не было такое кислое чтобы ваза было грязно это никому не интересно о все включаем упсис и варим минут 15 она у меня булькает теперь беру свою толчок картошки аккуратно на шубу 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 на шуй воды все отработки все сюда ушло все закипело и я его выключила теперь пусть постоит настаивается и получилось более-менее вот такая вот шикарная подливочка к любому мясу соус уже остыл это я уже вот вечером его накладываем чисто для презентации абсолютно идеальной консистенции он не густой он нередкий у него есть это маленькая такая кусательная нотка да и красивая и очень вкусная блюдо для стола все ребят всем счастливого дня благодарения кто празднует что не праздную все равно корм благодарим боженьку за то что дал прожить еще один сезон пока до встречи будем готовить вместе индюшку подливку все остальное на следующий раз пока